Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Мы читаем с вами книгу пророка Амоса для библейского портала Экзегет. Книга пророка Амоса, по всей видимости, является самой первой письменной пророческой книгой. Пророки в Израиле существовали издревле. Классическое пророческое движение, как считают ученые, возникло на севере, в Северном Израильском царстве. Но от таких пророков классического периода, мощного пророческого движения, какими были Самуил, Илья, Елисей, ученики этих пророков, от них не осталось письменных текстов. Это было устное пророчество. Пророки прорекали, они не были письменными. И вот Амос является первым письменным пророком, первым, от кого остался текст. До нас не дошли тексты, а может быть, их никогда и не было, тексты Самуила, Шмуиля или Элиягу, или Элиши. Но до нас дошли тексты пророка Амоса, пророка Осии, первые пророческие тексты. И эти пророки, они жили в Северном царстве. Очень большим и трудным вопросом является вопрос, почему, собственно говоря, пророчество, которое доселе было устным, нуждалось в том, чтобы его записывали. Почему возникла письменная традиция? Почему возникли пророческие книги? Одним из ответов на этот вопрос, который дает целый ряд ответов учеными современными, один из ответов, который мне кажется наиболее убедительным, состоит в том, что, во-первых, эти пророки Амос и Осия, они порывали с традиции пророческих школ, которые оказались в их эпоху на излете истории Израильского царства, слишком тесно связаны с государством, с властью. Они стояли в оппозиции при так называемым пророческим школам, в Нейган-Эвиим. И это одна сторона ответа. Вторая сторона состоит в том, что Израильское царство в скорости прекратило свое историческое существование, и пророки дальше уже действовали на территории Южного Иудейского царства. И вот в этом Южном Иудейском царстве начинается также мощное пророческое движение, которое до этого было на севере. И вот катализатором этого движения явились, во-первых, ученики Амоса и Осии, которые бежали на юг после того, как пал Шамрон, столица Израильского царства Самария, оказались на юге. И, возможно, они принесли с собой какие-то пророческие тексты, а может быть и записали вслед за своими учителями, за пророками, за Амосом, за Осией. Может быть, не сами пророки записывали свои тексты. Это уже скорее более поздняя традиция, традиция иудейских пророков. А вот в отношении израильских пророков скорее верным будет та точка зрения, которая утверждает, что эти тексты записывали их ученики. И весьма много можно найти параллелей у Иеремии, иудейского пророка, с его предшественником, израильским Осией. По сути, Иеремия во многом является преемником и учеником своего учителя, которого, конечно, он не знал лично. Прошло более ста лет, прошло несколько поколений между Осией и Иеремией. Но, однако, часто присутствуют те же обороты, те же образы, те же идеи, которые присутствовали в Осии, вновь раскрываются, развиваются. И вплоть даже до цитат прямых из книги Осии мы встречаем в книге классического уже иудейского пророка Иеремии. То же самое можно сказать и об Амосе. «Господь» изображается в образе рычащего льва, рыкающего. И этот образ подхватывает поздний иудейский пророк Иоэль, буквально цитируя тем самым пророка Амоса. Ну и эти примеры можно множить. Но вот мы такое небольшое введение сегодня совершим в отношении этих книг, книги пророка Амоса и книги пророка Осии. Они входят в корпус единой книги 12. Трей Асар или книга 12 – это корпус так называемых малых пророков. Малые, говорит блаженный Иероним, они не потому что незначительные по своему содержанию, по своему учению, они малы просто по размеру. И просто, видимо, для удобства их использования этих текстов их собирали в одном свитке, записывали в единый свиток, свиток 12. Книга эта представляла собой свиток, была в виде свитка. Но не только чисто механическое соединение всех книг в одну было... Не только этим была продиктована необходимость собирания 12 разных текстов, написанных в разные времена, в разных странах, Иудея, Израиль в единый свиток. Но современная библеистика, современные ученые видят в этом также и какой-то замысел. Почему эти книги расставлены не всегда в хронологическом порядке? Да, после пленных пророков мы можем сказать, что да, действительно, они должны идти последними в корпусе. Некоторых пророков просто трудно датировать. Никто не знает, в каком веке жил Иоиль и к какому веку отнести его текст. Очень большой разброс мнений от VIII века до IV, до Рождества Христова. По всей видимости, первым, в большинстве случаев, на первой позиции стоит Оссия. Хотя, по всей видимости, первым, все-таки и в этом сегодня согласны почти все, в этом у нас консенсус, первым по времени возникновения была книга Амоса, которой мы с вами и займемся. Некоторые говорят, что единство книги 12, оно очевидно из того, в какой последовательности они идут. Разные точки зрения у пророков на отношения Израиля с народами, например. Вот мы знаем, какой универсалист был пророк Иона, чья книга повествует о покаянии Ниневии, этой столицы ассирийской, этого апофеоза зла для израильтян. Мы знаем, каким универсалистом был Амос, который говорит, что Бог вывел не только... Вернее, там идет прямая речь самого Бога, что я вывел вас из Египта, а филистимлян вывел из Кавтора. То есть, это нынешний Крит. То есть, заботится Бог и о других народах. Нет уже этого противостояния радикального Израиль и народы. Но ведь рядом с книгой Ионы, соседствует, примыкает книга Наума, например. Наума совершенно другая позиция по этому вопросу, позиция изоляционистская. Вот есть Израиль, а все другие народы, о них Бог не заботится, и их ждет наказание. Есть пророчество, то же самое, центральная тема у него. Это Нинве, это Ниневе, это Ашур. И если Иона говорит о покаянии и спасении Ашура, о том, что он обратится, он буквально перевернется, то его оппонент, другой пророк Наум говорит, нет, Ниневе будет разрушена, навсегда погибнет, и Господь во гневе своем, в своей ярости уничтожит Ниневю, ее сотрет с лица земли. И никакого покаяния там не будет. Книга Авдия, ее центральная тема является вопрос отношения к Эдому, к Эдамитянам, и тоже это тема суда, в основном тема суда. Окончания пророческих книг часто носят положительный характер. Чаще всего в этих двенадцати пророческих книгах их содержание полностью посвящено наказаниям, судам Божьим над своим народом, над другими народами, но звучит и весть надежды, не только весть суда и наказания, но и весть надежды, надежды на спасение, надежды на восстановление, на реставрацию, и чаще всего эти пророчества оказываются в конце той или иной книги. Книга завершается на торжественной ноте, на мажорной ноте восстановления. Вот это тоже одна из составляющих композиционного единого замысла книги двенадцати. Ну, трудно сказать почти обо всех авторах Танаха, почти обо всех библейских книгах Ветхого Завета, об их авторах, когда они жили и когда были составлены их книги, и какие этапы редактирования они претерпели, будь то единая книга двенадцати или составляющие ее отдельные книги пророков, или другие многоразличные книги, входящие в единый корпус еврейской Библии Танаха Ветхого Завета. Об этом трудно сказать, но до нас книги дошли в том составе и в том виде, в котором они до нас дошли. Вот в этом виде их и нужно рассматривать, в этом составе и в том виде, в котором они дошли, и нужно их читать, осмысливать и предлагать на их содержание какие-то комментарии. Первой в корпусе книг двенадцати стоит книга Осии, книга пророка Ошеа, хотя, по всей видимости, он является младшим современником Амоса. Он жил уже в самые последние годы существования Израильского царства и, возможно, был свидетелем его гибели, этого царства, когда осирийцы осадили Шамрон, когда после трехлетней осады столица пала, столица, остававшаяся уже без царя, потому что царь был убит во время этих событий. И в 722 году до н.э. сирийцы взяли Шамрон, и высший класс и ремесленники были отведены в ассирийский плен. Это ассимиляционная политика Теглат-Паласара III, великого ассирийского реформатора. Остался только народ земли, а Мгаарец в стране, и заселили пришлые народы эту землю, и навсегда закончилась история Израиля. Но вот сам пророк, возможно, погиб в огне этой катастрофы, а может быть, какая-то другая у него была судьба, мы не знаем. Но его книга, его текст оказалась, это книга на юге, в южном иудейском царстве. И она поспособствовала тому, чтобы там пророческое движение не угасло, а когда-то так ярко возгоревшееся на севере в лице и древних пророков Самуила, Ильи, Елисея, пророческих школ и в лице письменных пророков Амоса, последствий Асии, чтобы это движение пророческое продолжилось на юге, и чтобы слово Божие там зазвучало с новой силой. И из этой израильской искры возгорелось пламя иудейского пророчества. А мы с вами в следующей нашей беседе обратимся уже после сегодняшнего вводного нашего вступления обратимся непосредственно к книге пророка Амоса, которая хоть и не стоит в начале Единой книги 12, но, по мнению большинства исследователей, является первым в истории письменной пророческой книгой, первой, и в хронологически самой ранней. И относится она к эпохе последнего взлета Израильского царства, апогея, можно сказать, его могущества и величия, к эпохе долгого царствования царя Иеравама II. КОНЕЦ